здравствуйте мои дорогие зрители я рада снова с вами встретиться и в первую очередь я хочу вас поблагодарить за внимание к моему каналу и за теплые хорошие комментарии которые вы оставляете я вижу что у меня на канале подобралось сообщество очень адекватных людей очень и глупых людей и я надеюсь что в такой же атмосфере мы и дальше продолжим с вами встречаться я обещаю и впредь оперативно отвечать на все ваши вопросы и сейчас у меня есть запрос вот очень многих зрителей которые мне пишут и в комментариях и в личных сообщениях просят продолжить тему о школе израильской эта тема конечно бесконечная но я постараюсь ее продолжить и в ближайшее время выйдет видео о школе и конечно может быть в одно видео я даже не уложусь может быть разделю его на две части на разные две темы как бы разобью и пока смотрите рижские ролики пока не вышло это видео также обещаю раз в неделю делать кулинарное видео так как я делала до сих пор за эту неделю не ручаюсь потому что у нас праздник через неделю рожишь она и очень много разных дел и суеты и подарки надо купить и всякие дела которые были отложены из-за поездки сделать и не знаю выйдет ли на этой неделе это видео но обычно я стараюсь в понедельник или во вторник выпускать кулинарное видео люблю что-то готовить интересное израильское и как только я что-то буду готовить обязательно буду вам снимать и сегодня я вам расскажу о своих покупочках о том что я купила в риге я знаю что многие люди любят такие видео я сама люблю смотреть что привезли другие потому что когда ты смотришь такое видео то ты узнаешь что интересного можно купить в этой стране скажем привести своим близким или просто что интересное так бы я никогда не узнала а так я узнаю и думаю что кому-то это будет интересно в общем кому интересно оставайтесь со мной к сожалению продукты которые я привезла всего два наименования я стараюсь продукты не привозить но этот раз я привезла их уже не существует но я зная это и понимая что их съедят моментально их сфотографировала поэтому я буду рассказывать вам и показывать фотографию первое что я привезла это пол буханки кисло-сладкого хлеба очень похожий на этот хлеб когда-то продавали в москве и он назывался рижский такой хлеб я ела в чехии есть он и в германии вот показываю вам фото ломтика такого хлеба видно что там есть тмин в латвии мин кладут везде есть сыр с тмином янюс ерс капусту квасят с тмином кстати я тоже второе что я привезла это национальное латышское печенье и парк указ перцовая вот так она выглядит в пачечках продается круглый год супермаркетах фирменном магазине лайма это печенье можно покупать круглый год но на празднике или на ярмарках продают из этого же тесто ручной работы расписные пряники разной формы вот и все что я привезла из продуктов и так что кроме продуктов я привезла из риги как видите не так уж и мало но не так уже и много конечно какие-то сувернирщики я привезла их я уже раздала и показать не могу но это то что я привезла для дома для семьи значит первое это зубная паста там продаются всякие зубные пасты которые обещают не знаю что вот это паста шалфей экстракты шалфея и облепихи думаю ничего плохого в ней нет почему не попробовать вторая зубная паста кстати это российская лесной бальзам мне понравилось что это антивозрастной уход очевидно специальный уход после 50 лет наверное у меня вырастут новые зубы или второй ряд зубов и или зубы которые у меня вырвали вырастет у меня снова я уже не знаю но во всяком случае мне понравилось слово антивозрастной уход я подумал ну посмотрим дальше каждый раз когда я иду в ригу я покупаю вот эту штуку это биодерма фирма выпускает такую мицеллярную воду которую я очень люблю я думаю что все кто пользуется косметикой нет человека который пользуется косметикой и не знает что это такое но тем не менее я объясню мицеллярная вода это вода во первых для снятия макияжа во вторых для очищения лица прекрасно очищает лицо на тампон нанесли протерли слегка лицо замечательно и причем с красной крышечкой есть голубой и зеленой с красной крышечкой она снимает макияж с глаз даже и для чувствительной кожи подходит очень покупаю всегда когда еду в ригу и я купила две бутылочки первую стоит 12 чем-то евро а тут как видите 14 я хотела купить сразу две но оказалось что это в аптеке последняя бутылочка была за 12 чем-то а больше я нигде за такую цену не видела и купила за 14 чем-то евро они продаются в аптеках лежат они за стеклом шкафчиках на ключике аптекарь тебе открывает видимо крали раз их прячут под ключик вообще биодерма фирма лежит под замком и купить можно ее в аптеке и почему я ее тащу оттуда не покупаю в израиле она есть в израиле продается в супер фармах не всегда кстати с красной крышечкой я вижу стоит она на сегодня 130 шекелей а вот 14 чем-то там это даже меньше 60 шекелей то есть у нас она по крайней мере два в два раза дороже заказывала в интернете дешевле чем в израиле но все равно дешевле чем в реке я нигде не видела поэтому я покупаю ее там обязательно это мое средство которым я пользуюсь дальше купила я крем для ног фирмы дзинтерс дзинтерс это янтарь в переводе эта фирма вот написано дзинтерс эта фирма существовала и в советское время и выпускала она очень неплохую по тем временам косметику и даже духи выпускала и сейчас она продолжает работать это натуральная относительно косметика там минимум силиконов и вроде бы нет парабенов крем этот я покупаю для ног не первый раз люблю их крем для ног и он написано что он питательный и смягчающий по-латышски тут написано второй крем для ног я купила тоже не первый раз это крем для ног чистая линия несмотря на санкции в латвии можно купить российские товары и полно российской косметики и есть чистая линия и тоже я люблю вот этот крем для ног интенсивное питание он мне нравится конечно цены тоже очень небольшие для нас для израильтян вообще очень дешево и я очень люблю эти изделия дальше бархатные ручки всегда привожу крем баррак не то что у нас нет крема для рук или для ног но если я бархатные ручки покупаю где-то за евро за полтора евро вот купила королевская орегано арагана и второе я купила бархатные ручки роскошь макадамии вот эти два я люблю больше всего и этот крем очень хороший он от для своей цены я считаю очень хороший за такие деньги можно купить у нас крем но он не будет такой хороший то есть можно у нас купить очень хороший крем но он будет дороже дальше что еще я купила это уже не такое дешевое это фирма the body shop у нас в израиле есть фирма просто body shop без the и это не то же самое вот этот крем я им уже пользуюсь уже успела попользоваться два раза очень мне нравится я покупала другой немножко а сейчас это что тут у нас she body butter то есть это масло 6 здесь и действительно когда им мажешь вот я даже открою сейчас покажу а ну как сливочное масло буквально и последнее что я купила я купила маски для лица китайские значит в магазинах очень много масок для лица очень много ну на что я соблазнилась тибетские травы плацентарно-коллагеновая маска для лица и шеи и тут две маски тут первый этап и рядом вот такая поуже это второй этап то есть две масочки фактически и первый этап тибетские травы плацентарно-коллагеновая маска с эффектом лифтинга и 2 с гиалуроновой кислотой ну гиалуроновая кислота на меня слово действует как тряпка на быка красная потому что это считается что очень хорошая вещь без силиконов без парабенов попробуем вторая я купила это плацентарная маска лица и шеи жемчуг уже другой состав немножко и третье которую я купила это фруктовые кислоты тоже омолаживающая маска лица и шеи ну видимо вы меня через какое-то время когда я попользуюсь этими масками и покажусь вам на глаза наверное я буду моложе в два раза может быть даже в девочку совсем превращусь посмотрим очень интересно будет попробовать вот это все что я купила вот пока и все до свидания до новых встреч